Обеспечение благополучия граждан и социальной справедливости является приоритетными задачами государственной политики. Ввиду этого глава государства Хасымжом Артукаев поручил создать общественный социальный фонд, который призван решать реальные проблемы казахстанцев в ключевых сферах жизнедеятельности, сверх мер государственной поддержки. Таким образом, 15 января 2022 года был создан общественный социальный фонд «Казахстан-Халкана». На сегодняшний день фонд имеет очень широкий спектр задач. Одним из направлений организации является оказание благотворительной помощи в сфере образования, в том числе и поддержка сельских школ. Именно о важности развития сельских школ, как интеллектуальных и общественных центров, часто напоминает и глава государства. Не зря говорят «селу живет, пока есть школа». Школа исполняет целый ряд социальных функций. Здесь проходят общественные собрания, культурные мероприятия, спортивные состязания. Иными словами, сельская школа служит делу объединения местных жителей. В этой связи на предпринимателей возлагается большая ответственность. Сейчас в рамках государственно-частного партнерства начата работа по модернизации сельских школ. При таком подходе необходимо в течение трех лет полностью оснастить не менее тысячи сельских школ необходимым оборудованием. Вопрос разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами в Казахстане по-прежнему остается актуальным. Для его решения правительством предпринят ряд определенных мер. С такой же целью фондом «Казахстан-Халкана» активно реализуется благотворительный проект развития потенциала опорных школ в сельской местности. В Казахстане порядка 71% – это более 5000 школ – находятся в сельской местности. Из них порядка 40% – это малокомплектные школы. И если посмотреть на ту же статистику, получается полтора миллиона наших детишек учатся именно в этих сельских школах. Мы изучили нормы закона об образовании, понимаем, что есть понятие «опорная школа», но опорную школу невозможно назначить, ее нужно создать. Поэтому первый пилотный проект у нас был в 2022 году – создание опорных школ. Это мы выбрали в 17 областях по одной школе вместе с Министерством просвещения. За первое полугодие 2023 года попечительским советом фонда в сфере образования утверждены и реализуются благотворительные программы на сумму 22,2 миллиарда тенге. Такие как программа по локализации и созданию контента на казахском языке для студентов региональных вузов «Корсера» «Казахт-Линде». Проект по обеспечению детей бесплатным отдыхом в лагерях «Казахстан-Халкана» «Жаздых-Жолдама». Программа «Казахстан-Халкана. Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с использованием цифровых технологий». Программа «Развитие потенциала 63 опорных школ в сельской местности». Стоит выделить еще одну проблему, которую реализует общественный фонд. Это благотворительная программа оснащения специальных школьных организаций образования. В рамках реализации данной программы в период с 2022 по 2024 годы планируется улучшить материально-техническую базу 99 специальных школьных организаций. Мы понимаем, что там дети с особыми потребностями и к ним нужен особый подход. Поэтому мы посетили эту школу, посмотрели, что же такое специальная школа, как она должна быть оснащена. Мы собрали всех директоров специальных школ по Казахстану, оставшихся 98. И посещая регионы, было, конечно, для нас очень важно увидеть результаты уже в этом году. Почему? Потому что те дидактические материалы, специальные для развития особенных детей, они начали уже давать результаты. Кроме того, помимо школ, фонд реализует благотворительные программы и для абитуриентов на обучение в организациях высшего и послевузовского обучения. Так, в 2023-2024 учебном году Общественным фондом «Казахстан-Халкана» в рамках благотворительной программы «Образовательные гранты» Общественного фонда «Казахстан-Халкана» присуждено 818 образовательных грантов. Стоит отметить, что обладателям образовательного гранта оплачивается обучение до 1 миллиона тенге за учебный год. Также предусмотрена стипендия в размере 40 тысяч тенге. Образовательные гранты присуждаются на весь период обучения и не имеют требований по их отработке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова